Для передвижения по озеру можно выбрать несколько вариантов пассов на целый день. То есть либо за 15 евро центральная часть, либо практически все озеро за 25-80 евро, либо вообще все озеро за 28 евро. Я, пожалуй, возьму за 15 евро. Мне потому что нужно только 3 места. Беллачо, Лена и Тремецо. Здесь же есть специальное движение между различными городами парома. А вот и паром до Беллачо. В общем, доеду, докуда доеду. Такой вот какой-то очень странный паромчик. Сюда еще и движет машина. Ну, я на месте. Это Беллачо. Надо найти вело Мельцы. Смотрите, какая красивая аллейка. Вообще шикарно. В общем, все наслаждаются озером. А это здание, посмотрите, не жилое. Интересно, можно на его территорию залезть? А вот и сады Мельцы. Стоимость входного билета 6,50. И по Таве здесь ходить нельзя. Вот начало сада. Там очень красиво. Кленовая аллея. Так, а вело-то вот это, что ли? Таша, жук, любительница природы, как выяснилось. Я пытаюсь тут сделать фотографии самой себя, не имея никого под рукой. Мне кажется, получается неплохо. И здесь, главное, есть места, где мне нравится виды. Надеюсь, вам тоже. Смотрите, здесь даже какие-то бамбуковые деревья. Прямо как будто в Японии. Посмотрите, какой пень. Представляете, какое было дерево в высоту. Смотрите, какие здесь раньше были теплицы. Здесь даже сейчас тепло, кстати. Намного теплее, чем на улице. Ого! Тут даже что? Двухэтажная теплица. А это что, печка, что ли? Да ладно. Да. Двухэтажная теплица. Ух ты. Прикольно. Посадили бы уже что-нибудь. Кстати, для того, чтобы ходить здесь, лучше выбирать трекинговую обувь. Либо кроссовки. Как я. Иначе, представляете, вот по этим камушкам будете бегать. Как всегда, полно золотых рыбок. А вон какой-то громенный плавает. Блин, так рыбку скушить захотелось. Прямо вот это вот. Садюга. А здесь даже есть небольшой такой галут. Ну, а теперь попробуем попасть в Лено. Посмотреть на самую знаменитую виллу. Да, Лена отправляется с левой причал. С долгого. Добро пожаловать в Лено. Расписание совсем неудобное. Мне нужно как-то за 55 минут успеть посмотреть виллу. Еще до нее дойти и вернуться сюда. Иначе я до Варена доберусь только к 7 вечера. А потом мне еще ждать поезда. Нет, мне нужно там быть уже в 18.37. Поезд отправляется. Поэтому, как всегда. Вот она. Вилла Дель Бали Пьяная Лла. Сколько до нее интересно еще мне. Здесь, кстати, чем-то пахнет. Очень вкусно. Сладкий какой-то аромат от деревьев. Вот так вот. Сейчас придется подниматься в горочку квилета. Здесь же можно устроить и пикничок. Смотрите, лавочка, столик. Корзинку главное не забыть. Классный вид. И так работает он с 10 до 6. И стоимость. Получается, если только в сад 10 евро. Если сад и вилла, то 20 евро. Не знаю. Блин, что делать? Тут, оказывается, еще можно выбрать. Хочешь ты пройти 1 километр и 20 минут идти. Либо ты хочешь пройти 2,5 километра в горочку и 45 минут идти. Наверное, я выбирал короткий путь. Ну, и как с такими спусками подъемами успеть на автобус? Кажется, я пришла. Мне даже не верится. Посетить саму виллу можно только с экскурсии. Стоимость 20 евро. И экскурсия начнется в 16.10, когда отплывает мой паром. Поэтому я взяла только осмотр садов за 10 евро. Сейчас мы встретим только путь. Посмотрю, что к чему. А виллу, видимо, я буду смотреть как-нибудь в следующий раз. Ого, здесь все-таки можно на лодочке добраться. Кому-то. Ну, хоть частично можно увидеть обстановочку. Ставьте меня. Я это сделала. Я уже на причале. Туда я дошла за 20 минут. Обратно я дошла за 15 минут. У меня даже есть 5 минут времени, чтобы передохнуть и потерять этот красный оттенок лица. Миссия выполнена. Только жарко пипец. Надеюсь, в Варле я не успею еще что-нибудь посмотреть. Раз уж я эту виллу так истать пишу. Осталось полтора часа, и надо успеть посмотреть виллу Монте Стар. Еще одну виллу. В которой она находится непосредственно в Варле. Надеюсь, мне хватит времени. Стены какого-то замка древнего. В общем, одни горочки вверх-вниз. Как-то недавно надо барыть. В Варенье только можно посмотреть в сад. Потому что саму виллу можно будет посмотреть только завтра. В общем, я не вилла, чтобы посмотреть виллу. Придется еще раз ехать. Зато у меня появилась потрясающая возможность посидеть на бережку. Съесть майорушиного. И просто насладиться временем у озера. А не бегать по виллам. Хотя я очень люблю внутреннюю обстановку. Я очень люблю интерьер. Я бы хотела его посмотреть, но, видимо, не в этот раз. В следующий раз нужно будет останавливаться прямо непосредственно около озера. И неспешно все это смотреть. Да, я каждый раз себе говорю о том, что нужно все делать неспешно. Но каждый раз я тороплюсь. И в результате практически успеваю посмотреть очень-очень маленькую толику того, что я хочу посмотреть. Идеально. Наверное, самое лучшее для меня это жить несколько недель. Чтобы я хоть что-то увидела из того, что я хочу. Ну ладно. Будем наслаждаться просто озером и мороженым. Я купила себе мороженое в рожке с... Блин. Блуберри. В общем, с блуберри. Не помню, как это по-русски. Мне стоило этот рожок 2,60. Так что, все. Пойду сейчас скоро уже на свой поезд. А здесь какая-то лавандовая зона. Красивая. Еще одна станция в Италии, где нет возможности купить билеты. Там был туристический офис, который должен был работать до 18.30, где можно было приобрести билеты. Но почему-то он уже закрыт, хотя еще 18.30 нет. Так что, поеду в поезде и буду смотреть в глаза кондуктора и говорить, что ни хрена у вас не налажена система обеличивания. Мне кажется, в Италии производят больше всего мусора. Посмотрите только на переполненные мусорки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok